Но по ощущению, что ее и пытаются ввязать как раз в эту войну, потому что у нас какие-то есть вещи, которые мы забываем. Вот Великая Отечественная война, да, за период Великой Отечественной войны, допустим, Америка очень поднялась за счет вооружения и так далее. Уж я не знаю, эти все разговоры про всемирный заговор каких-то там, я уж не знаю, какие числа называть по деньгам и так далее. Рокшфельдов всяких и так далее и тому подобное. Но когда начинаешь сравнивать, ну реально одни продают другим, другие продают другие. А страдает-то народ, в конце концов, это какая-то война, это такой бизнес, какой-то вот это выход из тупиковой ситуации. Был и феодальный строй, было там крепостничество, была то одна война, то другая. Это всегда какой-то потом социализм, потом капитализм. И все это мы в тупик какой-то заходим. И, как правило, финалом этого тупика является война. Война как какой-то подстегивающий элемент, который вдруг кто-то на этом зарабатывает, кто-то там начинает строить заново, потому что понимает, что надо строить заново. Это такой хлыст такой, очень плохой хлыст, от которого остается очень большой шрам. Но память, так же как раны, память стирает эти моменты, наверное, поколения уже не помнят тех ужасов. Это очень страшно. Поэтому в холодная война, все это, мне кажется, это какие-то такие, это бизнес. Вот и политика бизнес, и война это бизнес. Нам надо что-то всем с этим делать. Наверное, не знаю, ввязываться, не ввязываться, но я же, каждый из нас в голову друг другу не залезет, что он думает. Что они там думают? Или он, или он. Гитлер тоже, он вроде, плюгавый, лыс, не лысый, там, с этими двумя какими-то этими усиками непонятными. Поднял все, завоевал и сделал это. Но его-то кто там спонсировал-то? Откуда эти деньги идут? Откуда эти флаги печатались? Ну это, ну это много всего. Мы эти моменты упускаем. Нам типа вот Гитлер какая-то, какая-то мистическая фигура. Ну елки-палки. Значит, что-то кто-то его поддерживал, это вершина айсберга. Кто-то его делал, там, ну, кто-то ему помогал, кто-то... Есть, конечно, каждый прихлебатель, который на этом зарабатывает. В зависимости от тех вершин, которые это спонсируют, и тех ублюдков, которые прислуживают вот этому тоталитарному, так сказать, обществу, которое... Надо понять одно, что насилие это плохо, насилие над другим человеком это плохо. Вот говорят, вот демократическое общество, там, смертные казни и так далее. Но если твое преступление против жизни, против жизни человека, против жизни, там, деревни, там, города, я не знаю, там, народа, всего, все, этот человек не должен жить. А мы все вот как-то начинаем с каким-то... Пускай человек... Дайте ему точки опоры. У нас мы стремимся к идеалам, все говорят, идеалы, а нет точки, на которые куда не стоит заходить. Грань та грань, за которую не стоит заходить, понимая, что нельзя против жизни идти. Нельзя убивать человека, нельзя этого делать. И, но, у нас преступники, ну, да, бывает, там, можно рассматривать, там, нечаянно, но это уже частные моменты какие-то, которые, это уже надо решать, там, я не знаю, в суде ли, или, там, какой-то общины, там, или еще что-то. Но, куда, где это нам... У нас жизнь, вот эта вот обесценка жизни, которую, вот, почему-то у нас, ну, убил, ну, дали три года, там, условно, да, и нормально. Но из малого, вот почему я касаюсь именно частных моментов, из малого, оно рождается как раз большое, потому что и глобальное по всему миру. Это вот этот вот червячок, который все вот так вот делает, делает, делает. Я считаю, что за такие вещи, конечно, не надо самим ни на кого идти войной, но я думаю, что в народе это сидит. Защита своего рода, защита своей семьи, рода, родины. Если кто-то попрет, то, наверное, встанут все. Но среди них будут те ублюдки, которые будут на них зарабатывать или будут прятаться. Поэтому это выбор, наверное, моральный одного человека, нации, народа, ну, и всей страны.